это последняя лекция она обобщающая вот лекция мы рассмотрим геологические процессы на планетах доведем итоги а нет а а а а стури и факторы участвуют в инженерии. Посмотрим на основные факторы этой самой истории. Ясное дело, что два главных фактора участвуют в оформлении металлической своей планеты. Внешне это данные украинцы образованы. Украинцев везде есть, их много, на всех планетах они видны. Вот видите, например, луны и земли. Батарированная материка. Балка с большим заливом радуги. Залитая часть морским материалом. Краторы хорошо видны. Вот земля рядом. Тоже пар кратеров в Канаде. Видите, как они выглядят с теплой ростой, почти залитой водой. В общем, поверхность, которую мы анализируем, и анализируя, разматривая ту самую историю, отражает баланс этих двух факторов, внешнего и внутреннего, и зависит от собственной отдельности планетных тел. Вот если все планеты с известной поверхностью выстроить такую диаграмму, частотно-размерную, видно, что они разделяются на две большие группы. Вот есть большая группа. На многих планетах есть две большие. Я тут не привожу планеты-дегантов, про таких поверхностей мы ничего не знаем, и не знаем, если там твердые поверхности есть, какая-то диалогия, но все планеты с твердыми поверхностями вот они разделяются на две большие группы. Малую группу входят в разные тела, включая земные планеты, такие как Марс, Мир, Горь и Луна, и огромное количество ледяных звук. А вот группу больших планет, скажи, только где Земля и Венера, и истории геологические тех и других групп, тел сильно различаются. Вы увидите, как в малых телах преобладают внешние факторы воздействия, а вот в крупных телах, наоборот, внутренняя активность. Ну вот такие известные вам биограммы, вот это такая схема потери тепла планетным телом, которая, в общем-то, и движет всякие внутренние эндогенные процессы. И от этого дают все-таки эндогенные процессы тоже. Но эндогенные процессы, которые, в общем-то говоря, доминируют в такой уже домаштабной структуре поверхности, они есть результатом направленного процесса потери внутреннего тела планеты. Это такой вот действительно одноправленный процесс. Планеты теряют тепло. В зависимости от того, как они теряют тепло, проявляются те или иные структурные поверхности. Если тепла мало, то доминируют внешние факторы, такие как кузарные факторы образования. Если тепла много, то доминируют внутренние факторы, собственная активность планеты. Вот планеты Земной группы, видите, что Земля и Венера сильно отличаются всех остальных по объему, у них большой запас внутреннего тепла и они продолжают долгую экологическую историю. Экзогенные процессы, которые действуют на поверхности планеты, ну, это такие внутрепланетарные экзогенные процессы, они требуют наличия атмосферы в основном. За исключением только склоновых процессов, которые связаны с действием силы тяга. Этот процесс действий вообще не стиль. Но вот какие-нибудь ветровые явления, водные, глициальные процессы, они зависят от наличия атмосферы. Атмосферы у нас, планет с атмосферой у нас мало, а Венера, Земля и Титан. Остальные, в основном безатмосферные, остальные дела безатмосферные, там вот эти экзогенные процессы не работают. Но, опять же, можно на этот экзогенный процесс посмотреть с разных точек зрения. Например, есть люди, которые говорят, что экзогенный процесс не так, как в масштабе условной системы. Это в данной кратерной разорванке. Это действительно такой экзогенный внешний процесс по отношению к планетным телам. Но если мы рассматриваем планеты отдельно, то там экзогенный процесс связан с действием атмосферы. И, конечно же, и те другие, я имею в виду внутренний процесс, экзогенный и внутренний процесс, они зависят от размера планеты. Потому что, во-первых, экзогенный процесс требует большого запаса тепла, а экзогенный требует наличия атмосферы. Мне жаль, довольно трудно. Нужно массивное тело, чтобы атмосфера у него была. Вот исключение из этого правила, из правила внутренней, собственной активности планет, зависящей от размера тела, это вот эти спутники, не совсем единые спутники дальних планет, такие как Пиро, Европа, Канилет и Таним Целад. Ну, Пиро уже знаете, смотрели на поверхность этой планеты, вот она выглядит вот так, вся покрыта лавами, вкратанных ударов, вкратанных следов нету, активный вулканизм планета постоянно перерабатывает свою поверхность, обновляет ее. Это связано с внешним воздействием, с планетной механикой, с арбитальными параметрами. Вот Пиро сжимается, растягивается, подъездник прививших сил, сжимающие и растягивающие напряжения генерируют большое количество внутреннего тепла, за счет внутреннего трения, например, и это тепло ищет выход, находит его, и реализуется в форме вулканизма. Но опять же, зависит от того, в зависимости от того, какой процесс доминирует, наверняка проявление вот этого внутреннего, внутренней активности имели в разную форму. Вот наиву это реализовано в форме вулканизма. Вулканическая активность доминирует. Сектоника подавлена и связана с вулканическими формами образования кальдер и тому подобные вещи. Но определяющий процесс реализовательской истории био – это вулканизм, связанный с постоянным приливным разогревом. То есть внутренний потенциал этой планеты определяется внешним воздействием. Вот воздействием соседей его армии. Европа – немножко другую историю. Там тоже проявлен, если не вулканизм, то, по крайней мере, комплективное течение в Мальтии, или в океане, как угодно назовите его. Это первый слой. Вот вы видели уже картинку. Это так называемый хаос на поверхности Европы. Это результат теоперических движений. Это подъем разогретого материала, какой-то локальный, точечный, иногда не сливается в огромные площади. Это такой вертикальный тепломассоперенос. И, кроме того, основная часть поверхности Европы сильно тектонизирована. Вы видите здесь бесчисленное множество технических структур разного масштаба, разной ориентировки, разного возраста. На фоне вот этой тектонической переработки поверхности проявляются вот такие, ну, если угодно, псевдовулканические явления. Вот этот самый вынос теплого материала поверхности, ее переработка, формирование вот таких хаосических местностей. В Немец выглядит по-другому. Там вулканизм практически не проявлен. Но там очень хорошо читается тектония поверхности. Темные поверхности, светлые поверхности, темные поверхности картерированные, с неправильными ориентированными короткими грядами. Тоже, наверное, возможно, это тектонические структуры, возможно, это остатки древних ударных характеров, но тектоническая активность, тем не менее, проявлена сильно. Она молодая, она режет эту самую древнюю поверхность, на тушке, оставляя вот такие останцы этой местности. Вулканизм там практически отсутствует. Мы видим только редкие проявления возможной вулканической активности. Видите, как получается? Гео – это супервулканическая планета, Европа – это, в общем-то говоря, с планетно-цептинизированной поверхностью, но с проявлением вот этой вертикальной тепломассы переноской за счет диапиров, а на гневиде мы видим в основном сухую тектонику. Эти тектонические нарушения режут древнюю поверхность, но вулканизм проявлен слабо. А вот в Титан, где совсем другая история, там вулканизм, в общем-то говоря, не установлен с надежностью. Есть некоторые намерки на то, что вулканические гневидии есть, но мы их так можем только вычислить, то ли они есть, то ли их нет. Тектоника там проявляет тоже слабо, а вот что там есть – это моря и океаны, состоящие из амбио-водородов. Там совсем другая история геологическая. Здесь мы видим круговорот летучих компонентов на этой планете. Вот как выглядит поверхность Титан, в эфире тоже прекрасно. То есть здесь отличная от тех планет, которые вы только что посмотрели, история своя. Тоже очень активная, тоже очень витамичная планета вот с этим круговоротом летучих компонентов. И, наконец, Энцелад, тоже планета, проявляющая внутреннюю активность, связанную, видимо, с преливным разогревом. Тут есть очевидные проявления техдоники. Вы видите, что поверхность планеты диспансована крупными и малыми статистическими структурами. И она напоминает в какой-то степени поверхность Европы. Вот как выглядит местность в лесе Южного полюса Энцелада. Вот это гряды. Большие гряды в длинных километрах. На поверхности лежат камни. Гипотетически Энцелад внутри выглядит вот так. Внутренняя какая-то негифференцированная часть. Внешняя льняная кора. И между ними прослойка океана. Куда-то из океана? Из океана теперь скучно. И вот видите, на экране показано. Это, конечно, художник рисовал. Но, тем не менее, он отражал действительность. Такие вот маленькие плюмчики. Это действительно отмеченные вулканические проявления, связанные с газацией Энцелада в форме таких пиропластических плюмов. Это такие выросы из поверхности. Это не течет лава какая-нибудь на поверхности, а вот такие вот газовые струи. В какой-то степени, значит, и конец. Ну, масштаб плюмей, конечно, не тот. Ну, вот. Главным фактором, давайте посмотрим именно основной, наиболее устраненный в природе геологический процесс. Не может удивитесь этому, но это ударная коротобразование. Почему-то так. Потому что ударные кратеры присутствуют везде. На всех планетах, в поверхности которых мы знаем, имеются ударные кратеры. Вот это поверхность Плутона. Вот это ударные кратеры на поверхности Плутона. Плутон самый дальний от Солнца. А вот поверхность Меркурия. Она тоже изрыта кратерами. Меркурий – самая ближняя планета к Солнцу. Важно вот что. Тут отметить, что вот этот процесс – это такой однотипный процесс, который одинаково работает во всей Солнечной системе. Это столкновение тела. Вот это базовый принцип этого процесса. Это просто столкновение тел. Маленькие тел с большими. И в зависимости от того, как велики или как малые тела планируются у данной кратеры. Такого или такого размера. Это очень важно, потому что у нас этот процесс, он как бы такой рекордный. Он всегда работает одинаково. И по тому, что получается на поверхности, мы можем оценивать внутреннее строение планет, внутреннюю активность планет, их состав, их экологические свойства. Зависит от того, какой подвиг планетная поверхность дает на вот это внешнее воздействие. Это очень хорошая вещь. Потому что вулканизм может быть такой-сякой. Тектоника может быть такая-сякая, сжатие, растяжение, ухоизм может быть в форме потоков или в форме гаокластики или какой-нибудь еще. А тут у нас одинаковая вещь всегда работает одинаково. И мы можем оценивать результат вот этого агнотипного процесса. Вот агнотипность процесса позволяет нам оценивать свойства мишени. В данном случае планет, планетных тел. К тому, как они отвлекаются на этот самый удар. Вот, например, поверхность Марса. Вот тут множество кратеров, маленьких и больших. Многие из этих кратеров подтоплены лавными равными. Очень хорошо. Значит, на этой поверхности образуются ударные кратеры. Они всегда примерно все одинаковые. Ну, в каких-то пределах. Но, мы понимаем, что Марс отвлекается на это воздействие. Не просто формирует такие, образуются не только вот такие ударные кратеры, но он еще и каким-то образом стирает эти ударные кратеры, задавливает их. А вот поверхность Калиста и крупнейшие данные бассейна поверхности Калиста. Вот белыми линиями показаны множественные улицы вокруг этого бассейна. Он большой, как вы видите, тысячи километров в поперечнике. И это плоская структура. То есть, если у нас нет надежных данных по топографии глобальной поверхности, но мы понимаем из размеров структур, которые обладают поверхность Калиста, что это, в общем-то, плоское образование. Оно не сильно выделяется относительно общей поверхности Калиста. Вот такая вот плоская вещь. Большой кольцевой бассейн. А вот кольцевой бассейн на Луне. Это бассейн моря Восточного тоже пользуется, но они совсем видны по-другому. Видите, здесь большие такие кольцевые образования. И если провести кольцевый профиль, например, через эту структуру, то мы увидим, что размах рельефа достигает порядка десяти километров между самыми высокими точками внешнего вала и между центральными частями этого бассейна. То есть на Луне большой удар вызывает формирование огромной депрессии. А на Калиста сравнимый масштабный удар вызывает формирование серии гряд, колец, но не приводит к формированию крупной депрессии. Очевидно, что это связано с разным валом, составом тела. Это длинное тело, но реология его сладее, чем реология какого-то силикатного тела. И вот такой результат. Размерность ударных кратеров. Вот это ударные кратеры. Все с поверхности Луны. Вот это масштабные длинки. Два микрона, сто километров, двести пятьдесят километров. Видите, какой спектр размеров этих ударных кратеров. Микромных и нанометрических, которые мы только можем разглядеть в какой-нибудь микроскоп, до огромных бассейнов. Я сейчас показывал моё восточное. Тоже огромный бассейн. То есть этот процесс ударных кратеров образования не только повсемейстен, но и меднеприиментный спектр размеров. Вот видите, охватывает двенадцать порядков величины. И то это, наверное, не всё, потому что мы тут можем уменьшать и уменьшать эти самые образования. Мы не знаем, правда, более крупных структур. Там бывает, но это примерно одинаковые. Примерно тот же самый порядков величины. Тысяча километров поперечных. Но вот двенадцать порядков величины. А именно тот же самый процесс. И вот, как я уже сказал, они повсемейсты. Ударные кратеры есть здесь. Вот тритон. Вот и нефтон на поверхность тритона. Вот ударные кратеры на поверхность тритона. Вот калиста. Вот и в Питере. Вот земля. Ударные кратеры на поверхность тритона. И действительно неисчислимое количество кратеров. Вот вы видели вот этот самый спектр размеров. От таких до таких. И везде. Сочетать ударные кратеры с техническими системами невозможно. Это такой процесс, который пронизывает всю нашу Солнечную систему. И действительно представляет собой самый главный биологический процесс Солнечной системы. Ну давайте посмотрим на морфологию данных кратеров. Это важная вещь. Мы смотрим на морфологию данных кратеров и оцениваем характер мишени, на которых они образуются. Вот Луна. Вот Европа. Совершенно разные планеты. Совершенно разных типов поверхностных материалов. Но кратеры примерно одинаковые. Вот такие маленькие кратеры. И маленькие чернообразные кратеры здесь на Луне. Вот они такие же примерно на Европе. Одинаковая структура у тех и других. Чернообразная депрессия, вал, выбросы, если сохранились. Вот для малых кратеров их форма зависит, а выделяется свойствами самой верхней части коры. То есть на Луне и на Европе, несмотря на то, что составы совершенно разные, для малых кратеров верхняя часть коры, жесткая часть коры работает как одинаковые мыши. Там образуются одинаковые ударные структуры. Но если мы возьмем куда-то побольше, например, типа бассейнов, что есть сотни тысяч километров, то совсем получается другая картина. Вот ганимед. Вот ударные бассейны на полет все ганимеды. Это плоские структуры. У нас тоже нет хорошей топографии ганимеда, но если посмотреть на размерность, хотя бы на высоту теней этих самых структур, мы видим, что здесь тоже плоская поверхность, нарушаемая какими-то бедными вариациями, разного рода небольшими грядами и тому подобными вещами. А вот море-восточная Луния, вот и его профиль. Десять километров в размах рельефа. То есть, когда мы переходим от малых кратеров к большим кратерам, то тут уже важную роль играет внутреннее строение тела. Внутреннее проще этого тела. Мы имеем ледяное тело, которое сверху покрыто такой ледяной броней, которое не отличается по реологии от силикатной кары на силикатных планетах. Но когда падает действительно большое тело, то ледяное – другое. Вот эти ударные структуры, которые, наверное, были одинаковые и тут, в начальный момент времени, на ледяных стелах быстро затягиваются. А планеты вот такого типа, они не держат их туда. Они стирают его, они заплывают, выравниваются. А Луна, твердая, толстая такая планета, она держит эти самые структуры. И вот этот бассейн ему чуть меньше четырех миллиардов лет. Поверху, вот, приехал, как очень большая крупная депрессия. В муфологии, опять же, нам говорит много о том, что есть под поверхностью. Вот Луна, сухая, лишая. В муфологии нет, летучих практически нет. Вот выбросы из кратера. Это не принципиально сейчас. Мы видим баллистический разброс материала вокруг этого крата. Есть вал, вал выбросов, вот эти, такая звездочная система, дальних выбросов, сухая мишень, баллистический разброс материала. А вот Марс, влажная мишень. Вы видите, как меняется в муфологии выбросов. Тут такие лопасти образуются, как если бы бросить камень в жидкую грязь. Тогда выплескивается вот такой разжиженный материал, формируя вот такие вот лопастные выбросы вокруг ударного кратера. То есть по муфологии кратера мы можем сразу сказать, сразу оценить такую крупномасштабную характеристику пород мишени. Вот эта сухая мишень, это влажная мишень. Вот еще более влажные мишени. Вот Ганимед, вот Марс. Вы видите, что, в общем-то говоря, в том или другом случае тратеры напоминают друг другу. Здесь нет дальних выбросов, нет лучей, нет зоны выбросов вблизи вала. Они развивают такую лепешку. И эти выбросы, я уже говорил вам, в комплекции про Марс, образуются там, где есть основания, предполагающие лепешку. И вот здесь, наверное, существовало большое количество. Не просто влажные мишени, как вот в этом случае, где какое-то количество летучих мегалитов присутствует. Но здесь, наверное, существовало большое. Я не могу сказать точно сколько там, 50% было льда, или 60, или 40, но здесь было льда больше, чем вот в этом случае. То есть по форме ударного кратера, по форме выброса из этого ударного кратера, мы также можем оценить свой свой мишень. Это тоже очень важно, потому что вот прелесть этого кратерного процесса в том, что мы всегда имеем одно и то же воздействие. Оно, конечно, зависит от того масштаба явления, но, тем не менее, это один тип процесса, один одинаковый везде. Но отлик разный, и морфология кратеров тоже разная. Мы по ней оцениваем строение мишени. Еще один тип морфологических кратеров зависит уже от того, как активно или неактивно планетное тело. Вот пример со мной той же планеты с Лунды. Вот кратерированные материки, где-то в южной части Луны, в южного полюса. Вот местность морского типа. Вот вы видите, как хорошо выражены кратеры вот здесь, в кратерированных материках. Множество кратеров разных размеров. Мы всегда можем четко видеть форму этих кратеров. Нет признаков подтопления или какой-то внешний деформатор, внешней модификации этих кратеров. А вот морская местность. Вы видите останцы крупных кратеров. Они все подтоплены в морском заполнении. Есть, конечно, и молодые кратеры, свеже наложенные на морское заполнение. Но вот здесь принцип квалификации кратеров совсем другой, чем здесь. Здесь они просто уничтожают друг друга, когда падают. А здесь Луна смогла какую-то часть кратерированной популяции стирать внутреннюю активность своей. То есть здесь у нас доминирует внешний фактор равновлений поверхности, ударный кратер образования. Здесь на этой поверхности доминирует внутренний фактор равновлений поверхности. Вот опять же, смотря на то, как выглядят кратеры на поверхности планетной стен, в целом мы можем сказать, что и как работала планета, как она модифицировала эти самые шрамы на своей поверхности. Вот если мы видим вот такую поверхность везде, все места на всей поверхности планеты, то можно сказать, что в принципе эта мертвая планета никак не реагирует на то, как ее бьет снаружи метеороиды. Но если мы видим вот такую картину, то можно сказать, ага, значит, внешние факторы проявлены сильно, и планета жива, и как-то реагирует. Но опять же, в случае Луны мы видим и то, и другое, и вот этого довольно мало. Можно сказать, что, наверное, все-таки Луна не такое уж активное тело в основном-то, и это она довольно пассивна. Еще один тип морфологии ударных кратеров. Примеры Марса и Земли. Вот на северных равнинах Марса часто видны вот такого типа останцы ударных кратеров. Это ударные кратеры практически полностью стерты из поверхности. Мы видим только трещины вокруг изначального вала. Рельеф у этих кратеров практически стерт. Это такие плоские поверхности с небольшой депрессией в центре. И это свидетельствует о том, что кратеры перекрывались чем-то таким материалом, не похожим на лаву. Потому что когда мы имеем лаву, это выглядит вот так. Мы видим лаву к кратеру, а станции его, но это вот такие горки, торчащие над общей поверхностью вулканического затопления. В этом случае мы имеем такую конструктивную эрозию поверхности, перекрытие ее, укрепление кратерных структур. Вот как в случае с земными кратерами. Тоже мы видим только предзывую депрессию. Практически весь кратер стерк эрозии, перекрыв множественными осадочными породами. Вот в этом случае, когда мы видим вот такие формы кратерные, можно сказать, что верзионные обновления поверхности доминируют в этом случае. Но опять же, на Марсе мы видим разные кратеры, вот такие хорошо сохранившиеся, вот такие плохо сохранившиеся, потопленные кратеры, кратеры с мунифицированными выбросами. То есть на Марсе не было такой активности, которая пригодила бы вот к такой типичной земной картине. Вот на Земле мы с трудом опознаем ударные кратеры, только самые свежие кратеры узнаются как ударные структуры. Основная часть мы видим вот какими-то вот такими странными образованиями и еще не всякий кратер. Надо еще доказывать, что вот такая структура, это ударные кратеры, а не что-то иное. Плотность кратеров. Вот две планеты, Марс и Луна. И вот желтым цветом показаны все кратеры больше 20 км. Вы видите, что и там, и там, на одной планете, на другой планете плотность кратеров по поверхности сильно меняется. Мы имеем здесь южный кратерий на Марсе, и северные и слабо кратерий на Марсе, на Луне мы имеем материковую местность и слабо кратерированное морское место. То есть вот такое крупномасштабное распределение по поверхности ударных структур очень много говорит нам о том, как работала планета. Где, в каких областях ее была сконцентрирована какая-то внутренняя активность. Вот северные равнины, они покрыты той самой формацией Вастинос Бориалис, которая, возможно, представляет собой остаток древнего Марсианского океана, который формировался, когда поток векероидов уже ослаб и не смог, и после исчезновения океана поверхность не была столь сильно кратерирована, как в нужной материке. То же самое и на Луне, только здесь океан не вон и, возможно, как на Марсе, а, скажем, такой океан лавовый. Вот морская местность, она формировалась в сравнительно поздно геологической истории планеты, когда поток векероидов тоже уже ослаб существенно, и обновив поверхность на морях, моря обновили поверхность, слава богу, потоки моря обновили поверхность, но уже не смогли набрать такой же плотности кратеров, как на материковом месте. Кратерная плотность – это очень важная вещь, это главный метод оценки хронологии планеты. Вот Земля и Луна, мы можем Землю оценить хронологически очень точно, с помощью аналитических методов. На Луне мы не можем этого сделать, у нас мало образцов с Луны, у нас есть какие-то части Луны в лаборатории земных, но главный метод оценки возраста поверхности Луны – это все-таки плотность кратеров. Мы можем посчитать плотность кратеров на сентериках, можем посчитать плотность кратеров на московой поверхности, и используя абсолютные образцы, которые были привезены на поверхности Луны, мы можем откалибровать плотность кратеров в терминах абсолютного возраста. И можем получить вот такую калибровочную пио – это показаны две, это не принципиально сейчас, важно, что они имеют общую форму. Плотность кратеров дает нам возможность оценить возраст поверхности. И этот способ применим везде, на всех известных нам планетах, на планетах, на которых образуется кратер. И это вот фундаментальная важность ударных кратеров. Еще одна. Ударные кратеры не только дают нам возможность оценить стиль активности, тип вещества, внутреннее строение планет. Нет, мы еще можем с помощью этого метода, с помощью этих структур оценивать возраст. Чем больше плотность кратеров на единицу площадь, тем больше возраст поверхности. Конечно же, это не точный метод, это ясное дело. Кроме того, он был откалиброван только для Луны. И мы можем экстраполировать лунные данные в разные части Солнечной системы. В сторону Солнца на Венеру и Верпурии, и в сторону от Солнца на Марс и внешние планетные тела. Тут, конечно, много всяких разных подводных камней. Мы не знаем, в общем говоря, точно интенсивность потопа метеороидов, которые пересекали орбиты, скажем, Марса или какого-нибудь гемета. Есть основания думать, что, скажем, за поиском астероидов там была немножко другая история кратерирования поездницы. Там был более плотный поток метеороидов. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Но, тем не менее, мы можем в любом случае, без того, какой мы даем возраст, мы можем точно сказать, что одна поверхность древнее другой поверхности или моложе другой поверхности по тому, как много кратеров или как мало кратеров на этой поверхности существует. Это очень важная вещь, потому что мы не всегда можем определить возраста по соотношению структур, по пересечению или протоплению их. Мы видим данные кратеры, мы можем посчитать их и оценить возраста. Это тоже работает не всегда, если есть планеты, где кратеров мало, например, Венера, там этот способ работает плохо, слишком малая кратерная статистика. Ну вот, значит, давайте еще раз посмотрим на эту геограмму, разделение на малые и большие планеты. На малых планетах главный процесс ударное кратерное образование, за исключением нескольких, это вот главный процесс. Собственная активность имеет подчиненное значение, все-таки там ударных кратеров много, они их доминируют, хотя есть, конечно, и вулканизм, и электроника, и экзогенные процессы, как на Титане, и на Марсе. Но тем не менее, ударное краткое образование на этих планетах доминирует. А вот на Земле и Ленине, другая история, там на этих телах основную роль играет внутренняя активность планеты. Ну давайте посмотрим на малые планеты, вот Титан с этим известным морем. Экзогенная активность на этих малых планетах проявлена там, где есть атмосфера. Они есть на Марсе и Титане. Вот Титан, еще раз показываю, да, море на поверхности Титана, круговорот этих самых летучих углеводов в атмосфере Титана, и формирование вот таких вот образований жидких океанов морей и озер. Возможно, такой процесс существовал и на Марсе. Это на самом деле сейчас большая проблема. Мы не понимаем, то ли он был холодный и сухой, то ли он был теплый и влажный, то ли он был холодный и влажный, то ли он был теплый и сухой. Не знаем, что было на Марсе, но мы видим, что на Марсе из-за этого процесса проявлено. Вот, например, ветровые явления, ветровые инфраструктуры образования, дюнные поля, барханы, вот затекание ударных кратеров, вот действие из-за лечения реголита насыщенного ледяной компонентой. Эти тела вот такого типа – это, в общем-то говоря, исключения. В основном там действует ударный процесс. Пентогенный процесс – это внутренняя составляющая энергии планеты. Она, конечно, гораздо более широко проявлена. Разнообразие этих процессов гораздо больше, чем ударные кратеры образования. Здесь мы разные формы луканистов имеем, разные формы тетоники. И вот Луна и Венера, сравнений тех пор, почему бы и нет. И тут и тут проявлены луканистские и тетонические процессы. Вот морское заполнение, вот древний материк, море подтапливает материк, и потом разрезается и то и другое с теми кольцевыми кранами. Вот Венера, вот древняя тектонизированная поверхность, она подтапливается лавами, и то и другое потом еще тектонизировано. Но давайте посмотрим на малые планеты. Вот вы видели эти уже слайды, я показывал их в прошлой лекции. Тектогенная активность на этих телах подавлена, конечно. Ну вот за исключением некоторых. И в большинстве случаев деминирует тектоника. Если она проявлена, то деминирует тектоника. Ну вот я вам показывал сейчас поверхность энцеладов. Слушаем решение вот здесь вот. Вы видите, что здесь в основном тектонические структуры. Трещины какие-нибудь, гряды. Вулканизм проявлен слабо. На энцеладе это в форме каких-то отдельных струй, вывивающихся из поверхности. На ИО, конечно, там все в порядке с вулканизмом. Там много чего действует. Но доминирует все-таки тектоника на малых ледяных планетах. А вот на силикатных планетах, таких как Луна, и Марс, и Меркурий, доминирует вулканизм. Там тоже есть тектоник, конечно. Но вот как здесь. Вот такие раманы или листые гряды на поверхности морей. Но все-таки основную роль в обновлении поверхности малых силикатных планет играет вулканина. Вот здесь самые вулканические равнины на Луне. Похожие образования на Меркурии. Ушитые вулканические равнины на Марсе. Вот эндогенная активность планет. Я уже показывал вам эту картинку с ИО, как она работает. Вот Титан с его морями. Внешние факторы провоцируют эндогенную поверхность вот этих малых планет. Они летают как-то там в Петро. Они сближаются и расходятся с другими спутниками. И эти спутники и планета-хозяин воздействуют прилимным образом за счет синдикотения на эти тела. Они сжимаются, разжимаются, разогреваются и появляют свою недоеденную активность. Вот на силикатном объеме все-таки покрупнее, конечно, чем те спутники крупных планет. И тут в ней запас тепла есть, и он проявляется хорошо, и он работает здесь довольно активно. Вот, опять же, известная картинка Луны с лунными морями. Вот Марс. И это один из крупнейших лукан, который мы знаем в Солнечном Системе. Лукан Олим. То есть луканизм проявлен на этих телах очень сильно. Экзогенные процессы на разных планетах. Вот, казалось бы, главным условием проявления экзогенной активности на планетах, это, главный условием этих процессов, это наличие атмосферы. Но, тем не менее, вот на Венере атмосфера очень массивная. Казалось бы, там должны эти самые процессы экзогенные работать очень хорошо и изменять поверхность. А на Марсе атмосфера жиденькая, там по сравнению с Венером вообще ничего не должно быть. Тем не менее, это все не так. Вот на Марсе ветровая активность и другая активность экзогенная проявлена очень хорошо, а на Венере экзогенная активность подавлена. То есть не только наличие атмосферы важно здесь, но еще и условия на поверхности. На Венере очень жарко. Там 500 градусов примерно на поверхности. Это исключает действие жидкой воды. Кроме того, при поверхностной атмосфере примерно имеет одинаковую температуру везде, что на экваторе, что на полюсе. И это, вот такое выравнивание при поверхности экзогенной атмосферы приводит к выравниванию давлений. Там нету перепадов давлений существенных, там не дуют сильные ветра. Хотя несущая способность от первой Венеры велика, это все-таки очень плотная атмосфера. Тем не менее, она движется у поверхности очень медленно, слабо, переносит небольшое количество вещества. И вот это атмосферное, экзогенные процессы на Венере, они не приводят к существенной переработке поверхности. И мы на Венере видим тектонический и вулканический рельеф, такой первозданный, не замазанный эрозионными и прочими процессами. Марс в этом отношении сильно отличается. Атмосферная планета, атмосфера жирненькая, но тем не менее, условия на поверхности допускают и перемещение воздушных масс, ветер сильный там дует, и существование воды. И не в жидкой форме, ну, бывает и в жидкой форме, но в основном, конечно, в форме льдар. И это приводит к формированию таких вот ярко выраженных экзогенных форм рельефов. Например, ерданья, вот на земле ерданья и вот на марсе ерданья. Это одинаковый процесс. Здесь, наверное, эти формы рельефа формируются быстрее, потому что у нас атмосфер поплотнее и несущие способности ее побольше. Но и на марсе они формируются тоже. Наверное, это забирает больше времени. Но в результате вот мы получаем вот такую систему остроконечных пропилов в каком-то малом сфере, плотно-связанном материале. Больше не говоря про водно-ледниковую активность на земле. Вечер-ледников у нас местно много. И на марсе их тоже есть. Вот такие вот формы, напоминающие эти две-ледники. Они обязаны своим существованием тому, что на марсе вода существует, вот как она есть, в жидкой и твердой фазе. Не вся испарилась, не вся сублимировала. Ну давайте теперь посмотрим на круглые планеты, на Землю и Венеру. Здесь внешние факторы экологической истории планет подавлены. А здесь ударные кратерообразования играют незначительную роль. Вот простая очень диаграмма. Средняя плотность кратеров на поверхности разных тел. Земля, Венера, Марса, Луна. Все кратеры на Земле, все кратеры на Венере. Кратеры больше 20 км на Марсе, больше 20 км на Луне. Вы видите, какая разная плотность вот этих самых кратеров на разных планетах. На больших и на малых. Вот здесь, вот в этой области кратерная летопись эффективно удаляется с поверхности. Мы знаем, как делается на Земле. Эта эрозия стирает все на свете. Мы с трудом опознаем кратеры. На Венере кратеры существуют, их видно. Они имеют хорошо выраженную аморфологию, но их все-таки мало. Вот два кратера на миллион квадратных километров на Венере. Там другие процессы стирают кратеры. И это очень интересная вещь. Венера, уникальная планета. Это вулканистка-тектоника приводит к тому, что кратеры на Венере уничтожаются. Кратер на Марсе, несмотря на его активность вулканическую, в какой-то серии не вулканическую, активную деятельность воды и ветра, все-таки кратеров много. 60 с лишним кратеров на миллион квадратных километров. Причем этот кратер крутит, у вас более 20 километров. Невозможно учесть кратеры, которые меньше, да и там будет бесконечное количество. И на Луне тоже самое. На Луне, правда, конечно, гораздо все выше. Более 100-100 кратеров на миллион квадратных километров. Но это понятно. На Луне все-таки вулканизм слабовать. Тектоника практически не работает. И там эта планета накапливает и накапливает кратеры, которые формируются на протяжении всей истории планеты. Вот если посмотреть на хронологию поверхности Земли и Венеры, то видно, что, ну, Земля, понятно, она разделена на много-много частей. Мы хорошо понимаем их возраста и длительность. Но и на Венере вот ту часть истории, которую мы можем наблюдать, она сильно смещена в сторону малого возраста, в сторону молодых образований. Вот три модели хронологии Венера в зависимости от того, какой мы примем поток метеороидов, проходящих через орбиту Венера. От этого зависит плотность, интенсивность формирования кратеров. Будет ли последняя появляться возраст 300 миллионов лет, 600 или 750 миллионов лет. В любом случае, основная доля истории Венеры скрыта от нас. Мы не знаем, как это было, что там происходило. Я называю этот период истории Криптониума, это скрытая история Венеры. Только вот самые последние части истории на Венере мы можем оценить мы. И это где-то соответствует Венерозою на Земле. Важно тут отметить вот что. Вот эта активность, которую мы наблюдаем, она смещена в сторону молодых образований. Она соответствует предметам Венерозоя. Это значит, Венера, как и Земля, поддерживала длительную эволюцию, длительную историю. И все время работала. Это важная особенность крупных планет. Малые планеты умерли довольно рано, вот здесь. Они протягивают свою активность, конечно, вот сюда, молодые возраста. Но это интенсивность этих процессов, с которой действует мала. Основная доля активности в этих планетах, она сконцентрирована вот здесь, в начале экологической истории. В районе рождения этих планет. А Венера и Земля, вот это, наверное, не очень правильные. Геограмма должна протягиваться куда-то сюда. Да и Земля тоже должна протягиваться сюда дальше. И вот это только видимая часть активности. А вот эти две планеты, они смещены вправо. Они смещены скоро у молодых возрастов. И вот действительно, смотрите, вот земная поверхность. Вот озеро Ялис-Яли, это разный кратер, который практически стёрт эрозией. На Земле эти эрозионные процессы абсолютно доминируют на поверхности континента. И мы трудно оцениваем деятельность внешней, внутренней активности. Но тем не менее, мы видим, что поверхность сильно обновляется. На Венере это другая вещь. Другая история. Там доминируют вулканицы тектоника. Но тоже они эффективно стирают на раскрады. Мы их всего тысячу штук знаем на Венере. Вот пример ударного вулкантора на Венере, который сильно тектонизирован. Крупный кратер пересечен множеством тектонических структур. Ну вот, давайте посмотрим на Венеру. Я уже говорил про высокую и одинаковую температуру поверхности, которая исключает практически деятельность экзогенных процессов. И по данным доминирует вулканизм тектоник. Ударных кратеров мало. Мы видели диаграмму плотности ударных кратеров на разных телах. Они играют подчиненную роль на Венере. Их мало. Но отсутствие ударных кратеров и подавленные экзогенные процессы дают нам возможность изучать механизмы внутреннего тепла из крупной планеты. Вот Венера в этом отношении уникальна. она дает нам возможность понять, как вот это тепло, каким образом оно могло выноситься, что формировалось в этом выносе, какие структуры, как был растительный вулканизм. Вот типичные примеры поверхности Венеры. Вот тектоника, вот вулканизм, вот здесь грядовые структуры. Они обгибают ДСР, залиты равнинами. Или вот крупнейший вулкан, один из крупнейших вулканов на Венере. 100 километров, самая линейка, поэтому 500-600 километров в диаметре. Давайте посмотрим сначала на Землю. Вот я уже говорил о том, что на Земле доминирует обновление поверхности, доминирует экзогенная процесс, но тем не менее основу всего создает эндогенный процесс, вулканизм и тектоника. Ну вот, очень молодой вулканизм в Исландии. Мы видим фонтаны лавы, мы видим формирование лавовых полей, мы видим формирование грабанов, трещин из которых эти самые лавы изливаются. А вот пример крупной вулканической структуры. Это Кальдера Лонгвейли. Вот так вот она выглядит в религии. Вот так выглядит она в религии сбоку. Это огромный кальдера взрывов. Это огромный взрывной вулкан. Но тем не менее он практически снивелирован. Хотя это молодое образование, там, я не знаю, несколько тысяч лет всего. Сильно снивелирован эрозией. То есть на Земле эти процессы гизогенные, они, конечно, портят всего. Мы с трудом можем расшифровать вот это самое исходное строение, что было изначально. Все это замазывается, срезается эрозией, перекрывается осадочными породами. Все это как бы затушевывается. Ну и ударных раторов, конечно, у нас мало на Земле. Какой вулканно-тектоничный стиль на планетах крупных? Вот это то, что рождались изначальные структуры, изначальную дверь, которую потом перерабатывает эрозия и стирают ее на Земле. Например, она работает так. Ну вот, на Венере – это алкогические процессы. Они формируют крупные вулканы, а вот на Земле – это доминирующие, такое наиболее внушительное, что ли, образование – это горные сооружения. Это зоны, в которых происходит складчатость. Вот такая одна из зон крупнейших на Земле – на Венере таких зон нет. И мы, взгляды на поверхность и нервы Земли, сравнивая образование крупномасштабное, и там, и там, можно сказать, когда, наверное, что-то… Наверное, эти планеты как-то работали по-разному. И механизмы, специфические механизмы потери внутреннего тепла на одной и другой планете были разными. Земля – это хорошо известная планета, и доминирующий вулканический стиль – это тектоника плит. Вот так работает тектоника плит. Эта диаграмма везде появляется. Главный элемент этой самой тектоники плит – раздвигающийся океан, субдуцирующая океаническая литосфера, доезжающая до нее пенедитальная литосфера. Вот так выглядит возраста поверхности, скажем, Атлантического океана. В центре молодые образования, чем дальше флангом, тем они становятся древнее и древнее. Это выраженная на земле очень хорошо проявленная горизонтальная составляющая тепломассопереноса. Вот это горизонтальное освещение плит – океанических и континентальных. Но вместе с тем важную составляющую часть играет вертикальная тепломассопереноса – это плюм тектоника. Вот это макинный плюм в разрезе. Как он себя ведет, он подходит к подошве литосферы, останавливается на литосферного воздуха, как биологический барьер, плавится его верхняя часть, значит, плит – черного плавления, и наверх – это вулканическая расплавка. Если мы включим тектонику и начнем двигать плиту на такой горячей точке, мы получим такую цепь вулканических островов, как Гавайская императорская цепь. Вот это две главных составных части вулканно-тиканического стиля Земли. Доминирует все-таки плюм тектоника, но и важную роль играет плюм тектоника. На Венере все выглядит по-другому. Вот картинка, которая показывает вам, что делается на Земле и на Венере. Вот на Земле, вот на Венере. Эрозия отсутствует на Венере. И мы видим прямой гулканно-тиканический рельеф поверхности. Передичные структуры, которые проявляют механизм выноса тепла в Венере. Вот как выглядит поверхность Венеры. Разные образования на ее поверхности. Вот в розовом и красном показаны молодые структуры. Вот из этой части венерианской технологии. Это зона растяжения. Вот это истовые зоны. И обширные вулканические поля. Лопастные равнины. Они выразительны. В рельефе хорошо читаются. Но, опять же, это не то, что мы видим на Земле. Например, горные цели. Это совсем другие структуры. Мы видим здесь зональные проявления растяжения. Это такое зональное раздымание. И очаговые проявления вулкани. Вот видите, красные пятна. Это поля молодых лап. Они образуют такие пластеры. И изометричные такие области. Еще важно отметить здесь. То, что вот когда у нас работает тектоника на Земле, доминирующая, там процессы вулканизма и тектоники совмещены во времени. У нас есть тектонические зоны, например, зоны субдукции. Там затаскивается тектонический атмосферок под континентальный. Приводит к формированию крупных сплачьих структур. Примем, стартовение континента. И в то же время, в то же самое время у нас работает и вулканизм. То есть у нас и то, и другое одновременно проявляется на Земле. На Венере все это немножко по-другому. Если анализировать соотношение разного типа образования на поверхности, то можно видеть, что вся кратическая история, видимая кратическая история, разделяется на отчетливо разные периоды, на отчетливо разные режимы обновления поверхности. Вот диаграмма этих самых режимов, показанных здесь. Мы видим тектонический режим, вулканический и вулканский режим. Вот тектонический режим, ранние фазы этого тектонического режима. В это время на Венере формировались сплачевшие структуры. Это ТСР в основном. Вот они, конечно, все показаны. ТСР-ные местности доминируют в реалии. Образования, связанные с сжатием, с пророчением глитосферы. Но это не то, что мы видим, как горные цепи на земле. Только в одном месте, вот здесь, в плато Лакшми, вот оно показано, мы видим настоящие крупные горные цепи. Вот они обрамляют плато Лакшми со всех сторон. Невысокие, несколько километров, до 10-12 километров в этой области. Разные есть толкования, интерпретации формирования этих горных цепей. Одна из них связана с тем, что... Одна интерпретация для формирования этих горных цепей за счет горизонтальных смещений. Вот таких, подобных в какой-то степени горизонтальных смещений глитосферных плит на земле. Это вот стаскивание глитосферы в сторону Лакшми и формирование в этой области горных цепей за счет горизонтальных смещений глитосферного материала. Вот такая примерная схема этого процесса. У нас есть какой-то древний кротон в центре Лакшми. Вот плит движется, вот это северное и южное. Дальше они начинают подтаскиваться вниз под этот самый кротон. Он раздымается, наверное, на против столкновения образуется горная область. И дальше она начинает разрастаться, и после этого проявляется вулканизм. Это одна из гипотез. Такое объяснение этих самых горных цепей возможно. Важно отменить то, что это только в одном месте проявлено на Вене. В остальном, хотя есть вкладчатые образования, но тем не менее они довольно низкие, по сомнению, скажем, с сильными аналогами. Но важно отметить, что вот здесь, на ранних этапах технического режима обнуления поверхностей, возможно, существовал вот этот горизонтальный тепломассопереносный бенея. После этого мы не видим такого. Вот еще одно из характерных образований вот этого режима, это, скажем, например, ДСР. Вот это ДСР-ное место здесь, и подходит пояс гряд вот с этой стороны, и они как бы сливаются друг с другом. И потом пояс гряд силизируется, он начинает разрушаться вечными бороздами, вечными грядами и превращается постепенно в ДСР. То есть вот здесь, вот в этой части биологической истории Венеры, мы можем подозревать наличие вот таких крупных глобальных движений, подобных тому, что сейчас на Земле. Вот тут самое горизонтальное смещение литосферных плит. Но после этого, вот уже начиная вот с этого момента и дальше, мы перестаем видеть какие-нибудь признаки вот такого возможного горизонтального смещения. Вот начиная с поздней фазы гектонического режима, мы видим в основном зоны растяжения, которые не сопровождаются какими-то комплементарными структурами сжатия. Они сами по себе, это не есть перенос жесткой плиты, с одной стороны раздрескивается, с другой стороны сжимается, нет. Это совсем по другой причине происходит. Вот все эти зоны, зоны растяжения представляют собой такие приады, или хребты, если угодно. И вот эта верхняя часть этих хребтов растрескивается. И это не должно приводить к кредитонтальному смещению, просто на фоне вздымания растрескивается поверхность. То есть, вот начиная отсюда и дальше, мы видим, что на Венере доминируют вертикальные смещения и отсутствуют запустующие структуры сжатия. И вот эта часть истории Венеры, как мы ее знаем, она вот здесь доминирует диктонические образования. Вулканизм, наверное, тоже действовал когда-то здесь, но его проявления полностью почти переработаны диктоническими движениями, диктоническими структурами, мы не видим изначальных вулканических поверхностей. А вот в эту часть истории Венеры мы таких поверхностей видим много. Вот красно покрашены вулканические равнины Венеры, вот так они выглядят в натуре. Первичное образование, лавовые полярные. Бывают темные, посветлее, но это зависит от того, какая шероховатость поверхности. То есть вот здесь, на этой части истории Венеры стал доминировать вулканизм. Сектоника присутствовала, но она проявлена слава. Таких образований сектонических много, но они маленькие. Это не области типа ТСР, нет, это такие разбросанные по поверхности структуры сжатия типа звелистых гряд или отдельных крещен. А вот вулканические поля проявлены сильно, их много, они занимают где-то порядка 60-70% поверхности планеты. Капливаются в региональных понижениях религий. То есть можно думать, что когда-то в течение вот этого более древнего периода были сформированы вот эти самые ловушки для накопления обширных плавных полей, и они уже стекали вот в эту местность, в эти понижения. И, наконец, вулканический режим, где опять начинают работать и вулканицы тектоника, они сокращены в данном случае во времени, казалось бы, как это Земли. Но, опять же, вот здесь доминирует тектоника растяжения, вот эти зоны лифтов. У них нет комплиментарных структуржатиков. Мы не можем сказать, что вот здесь, да, есть зона растяжения, а ей параллельно или где-то там рядом проходят зоны, существуют в области сжимающих напряжений, которые того же возраста, что и вот эти самые лифты. Нет, они не самые зоны растяжения по поверхности Венеры. В это время они существуют как бы сами по себе. Это связано с воздыманием поверхности и с расстрельствием, с расстрельствием манией в нее. Это растяжение сопровождается часто вот с влияниями обширных вулканических равнин. Но, опять же, вот смотрите, всего лишь 10-15% поверхности было преобразовано вот в этот период времени. То есть это вулканическая активность не сопоставима с тем, что делалось в течение вулканического режима обновления поверхности. Вулканизм очаговый, как я уже говорил об этом, связан с отдельными такими губленными структурами и формированием обширных, очень протяженных, больших по площади вулканов. Вот, например, вот здесь такое поле и вот здесь. Это такие крупные вулканы. Но это очаговые такие явления. Ну вот, это заключительный слайд моей лекции. Сравнение крупных планет Земли и Венеры. Эффективные экзогенные процессы на Земле, экзогенные процессы на Венере подавленные. Горизонтальный транспорт летосферы гипотетичны. Если он существовал, то был когда-то очень давно над начальником стадии геологической истории Венеры. А на Земле этот транспорт очевиден, мы его знаем, он работает постоянно. То есть, вот главный механизм выноса внутреннего тепла Землей, это горизонтальный транспорт материалов. Разрастание потери тепла в зонах спрейдинга, погружение холодной плиты в мантию. Устуживание он и мантии в зонах сурдукции. Это вот такой рецептинг летосферного материала, который реализует механизм выноса тепла на Земле. На Венере это, видимо, все было по-другому. И тут доминирующий стиль, механизм выноса тепла планеты, это вертикальные движения, это плеутектоник. Вот главный вопрос, который мы не знаем, ответ на который очень важен. В чем же причина такого ветвого различия ментогенных активностей Земли и Венеры? Возможно, это вода, потому что очевидно, что вода здесь есть и она действует по-всякому, и она играет очень важную роль и в вулканических и эстонических процессах. Здесь воды нет, но она, может быть, была, когда-то улетела. Ну, вот очевидное различие между этим ветвом планеты, это отсутствие жидкой воды на поверхности. Может быть, конечно, в недрах Венеры этой воды много, мы не знаем этого, но мы не знаем ответ на это вопрос. Ну, вот все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.